Всем привет, дорогие друзья! Это Савайя у нас опять в Миндастрии. Решил немножко поминдастриить, завтра у нас выходит Киберпанк, потом уже будет не до Миндастрии. Так, ну что у нас тут? У нас тут обновилась Миндастрия до шестой версии, которую все так долго ждали, и мне говорили, что вот теперь-то будет реально сложно. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, я, во-первых, зашел посмотреть, что будет у нас совместимо с компанией. Получилась у нас такая история, что мне предложили сбросить, короче, сейчас хранили с предыдущей. Я их, естественно, сбросил, потому что иначе получилось бы, что у меня вообще все открыто. А это как-то по-дурацки. Теперь я так понимаю, что все ресурсы глобальны. То есть не надо ничего отправлять на орбиту. У меня тут все посбрасывалось, и типа вот я начал, значит, такую штуку, и пока ничего больше не делал. То есть вот как бы на данный момент это все. Я сюда зашел, короче, посмотреть, и вышел. Сейчас мы с вами, соответственно, продолжим все это дело делать, и посмотрим, что здесь вообще будет происходить. Так, я так понимаю. Так, а ты меня будешь, да, учить опять? Так, Бурат, все понятно. Так, сейчас мы промотаем вот эту штуку. Так, тюрель, все понятно. Разобрать правой кнопкой. Представить к обновлению игры. Так, исследовательные технологии. Так, это мы все знаем. Так, ну что ж, давайте посмотрим, откуда тут на нас пойдут. Ну, собственно, небольшая, да. Небольшая интрига, откуда на нас кто пойдет. Так, а вот здесь, кстати говоря, уже добывается свинец у нас. Здесь добывается свинец. Кто такой свинец? Свинец, это маленькая свинка. И на нас пойдут какие-то вот такие ребята. Что это за ребята вообще непонятно. Так, ну, нам надо где-то, где-то от них обороняться, от этих ребят. Где-то от них обороняться. Давайте будем от них обороняться здесь. А у нас есть какие-то стены вообще? У нас ничего нет, да? Так, стен у нас нет. Стен у нас нет. Хотя ладно, пока непонятно, что там за ребята вообще будут. Давайте мы, типа, нас только медь дожрет. Одна такая пушка. Так, давайте-ка мы для начала все-таки сделаем, наверное, чтобы у нас было побольше медиа. А потом тогда будем уже отстраиваться. Потому что так, наверное, будет логичнее, если мы сделаем таким вот образом. А то без медь-то дальше дело у нас не пойдет, я думаю. Да и без свинца не пойдет, но без медь точно не пойдет. Так, давайте сюда подключимся. Отсюда, типа, как-нибудь, не знаю, к кому подключимся. Ну, это же первая карта, тут по-любому не должно быть сильно адски. Так, иди сюда. Здесь можно было бы строить, кстати, термалки, но строить я их не могу, потому что у меня их нет. Так, сейчас мы набахаем себе меди, а потом на нас уже, кстати говоря, довольно скоро пойдут. Я надеюсь, что я успею за две минуты что-то там да сделать. Так, оттуда у нас вроде как уже поехал. Надо сейчас сделать что-то отсюда поехал. Так, сейчас у нас отовсюду поедет. И да, здесь только медь, короче. Медь, медь и, соответственно, только медь, да. И больше ничего, кроме меди, не требуется. Ну, хорошо, ладно, не требуется, не требуется. Остреляют эти пушки, по-моему, тоже медью, да, у нас? Ну да, медью, графитом, пиротитом и кремнием. Короче, всеми теми вещами, которых у нас по факту больше нет. Так, еще у нас медь есть вот тут. То есть, короче говоря, медяху мы можем адски отовсюду добывать. Так, оттуда мы сейчас можем добывать свинец. Вот этот медяха, скорее всего, у нас пойдет на оборону. Потому что нам что-то оборонять надо же будет. А чтобы чего-то оборонять... Так, давайте мы оставим здесь немножечко места, на всякий случай. Сделаем вот так. Так, минут 54. И потихонечку к нам подкрадывается жопа. Я боюсь, что я не успею адски отстроить в защиту. Хотя, может, и успею. Все посмотрим. Так, минутка 34. Минутка 34. Мне нужны конвейеры побыстрее. Ну, конвейеров побыстрее я пока особо не найду. Так, эта пушка у нас пусть остается. На всякий случай. Так, и теперь вот, короче говоря, я могу сразу использовать вот эту медь, которая у меня здесь есть, для того, чтобы что-то дальше открывать. Могу, например, стенку открыть. Еще заметь. Могу открыть еще что-то там. Так, вода у меня уже завершена. Сортировщик, распределитель, мостовой конверт. Для этого для всего нужен свинец. Чтобы это все было, нам, соответственно, надо бы для начала отстроить защитку. Ну, и откуда они пойдут? Они пойдут откуда угодно, они могут пойти. Могут пойти здесь, могут пойти там. В принципе, что может помешать, на самом деле. Так, ну давайте мы из расчета, что допустим, допустим, здесь у нас будет перед ними еще стоять защита. Типа вот так сделаем. Типа сделаем вот так. Так, здесь же можно что-то строить? Да, здесь можно, здесь уже нельзя. Ну, давайте как-то вот так вот сделаем, я не знаю. Так, вообще, такие, конечно, маршрутизаторы тоже, по идее, не лучшее решение. Ну, допустим, хрен с ними. Но маршрутизаторы же требуют, да, только медь. Хорошо. Так, маршрутизаторы требуют медь. Значит, это медь у нас должна будет как-то подводиться. Типа, допустим, отсюда пойдет у нас медь. И, например, отсюда пойдет у нас медь. Так, которую надо еще где-то будет добыть. Так, ну, допустим, сделаем как-то... Как-то типа, что-то типа того пока что. Хоба-на. Так, и с другой стороны сделаем такую же историю. Так, история делайся. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, и с другой стороны сделаем такую же историю. Пока у нас нету, получается... Не, ну, в принципе, у нас есть возможность, если что, сделать. Типа как-то вот так. Да, не лучшее решение, понятное дело. Но просто как-то пусть маршрутизируется, хрен с ним. Так, нам для начала надо бы чем стрелять. Так, давайте-ка мы вот с этого начнем. Ты боишься, я нихрена не успею сделать. Так, давай мне отстрой. Чтоб у нас уже пошла медь. Так, теперь давай отстрой мне, чтобы у нас вот здесь пошла тоже медь. Состает 50 секунд. Любитель в самом конце что-то уже сделал. Так, вот теперь давай нам всякого. Так, давай нам всякого. Давай нам вот это вот все застраивать. Так, ну что-то он из этого успеет построить, я думаю. Ну, пушки успевает строить. Тогда вот это построим с тобой. Так, ну, по крайней мере, вот эти пушки у нас сейчас заработают. Здесь у нас пошло распределение, и на этом как бы все. Ну, не, ну что-то он успеет построить однозначно. Так, боеприпасы, да, у нас тут потихонечку идут. Ну, с другой стороны, правда, нихрена он поход построить не успеет. Это, конечно, печаль. Поэтому надеюсь, что они пойдут отсюда. Так, давай-ка ты вот это вот дострой, пожалуйста. Чтобы у нас хотя бы с одной стороны что-то было. Так, не, ну здесь он успеет построить несколько пушек. Сейчас посмотрим, что это за враги. Как бы должно... Блин. Понятно, что это за враги. Хотел сказать, что должно быть как-то очень сильно сложно. Но, кстати говоря, без защиты он, может быть, даже... Нет, ничего он не успел сделать. Мог сделать, успеть, но ничего не успел. Так, ладно, значит, нам надо сейчас вот это вот достроить. А потом быстренько так. Во-первых, давайте, знаете, что сделаем? Наверное, притараканить сразу свинец. Я вот думаю. Давайте-ка мы сразу... ...притараканим на нашу базу. Вот сюда вот свинец. Так, вот таким вот образом мы его притараканим. Так, и отсюда притараканим тоже свинец. Тоже, кстати, не лучшее расположение. О, по-моему, они, кстати, саундтрек поменяли. Стал поприкольней. Так, здесь всякие... Да, по-моему, не было такой песенки. Песенка Огнища. Так, главное, чтобы она была не паревная, эта песенка. А то Ютуб мне опять похлопает своей волосатой лапой и скажет ай-яй-яй. Так, значит, где-нибудь вот здесь вот протянем сейчас. Тут же на самом деле похрен, правильно, где она протягивается? Как-то вот так вот давайте сделаем пока. Здесь, в принципе, кроме этих ресурсов больше, в общем-то, ничего и нет и не предвидится. Так, а здесь у нас уже... А, не-не-не, я думал, здесь у нас уже улучшенные. Ни хрена здесь не улучшенные. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Значит, отсюда у нас пойдет так. А вот эта хрень нам вообще не нужна. Кстати говоря, и вот этот маршрутизатор. Так, а почему так получилось? Так, сейчас отсюда пойдет свинец. Так, свинец пусть пока идет. Мы можем пожертвовать небольшим количеством времени для того, чтобы запустить сюда побольше свинца. Пусть он пока копится. Потому что без свинца мы не откроем что-то там дальше, а там дальше что-то по-любому есть. Так, еще мне надо бы накопить, конечно, на стены по-хорошему. Потому что без стен-то тоже будет невесело. Так, давайте вот это разберем. Кстати говоря, аккумуляторы. А нахрен мне аккумуляторы, по сути. Аккумуляторы-то аккумуляторы. Так, надо переделать тогда конвейер, потому что нафиг он здесь не нужен в таком виде. Так, давай разбирай по-быстренькому, дружище. В принципе, там пушки-то отобьются. Сколько там будет? Полтора землекоп сейчас по-любому. Так, давай-давай-давай-давай-давай. О, отлично. Молодец. Так. Ну, медяха у нас получается здесь даже... Даже прям перекопилась, я бы сказал. Тогда сделаем вот так. Так, вот эту медяху верхнюю отправим таким образом. Так, теперь у нас будет и медь, и, соответственно, свинец. Так, и медь, и, соответственно, свинец. Теперь мы можем пойти и открыть себе... Чем себе откроем? Чем-то, конечно, надо открыть себе стены. Хотя бы медные. Вообще, большие медные стены мне, кстати говоря, не очень сильно нужны. Я их, скорее всего, ставить не буду. А вот маленькие медные стены, их и чинить проще, и ставить проще. И вообще с ними все проще. Так. Ну, так вот неплохо было бы сделать. Пойдут они вот в этом направлении. Поэтому желательно было бы сделать все-таки вот начиная отсюда. Ладно, сейчас мы рядочек поставим. Уже будет попроще. Так. А там опять один. Так, эта скотина сломала мне стену. Так, мне нужны самолётики, которые будут заниматься автопочинкой. Потому что вручную я это чинить вообще не хочу, абсолютно. Подожди, или я сам это починю? Ну-ка, что-то он ничего не меняет. Стоп, стоп, стоп. Нет, нихрена он сам не чинит. Очень жаль, что он нихрена сам не чинит. Так, карта планеты. А интересно, я могу прямо вот отсюда пойти в какое-то другое место, да? Необходимо захватить отправная точка. А, вот отправная точка. От такого 0% повреждений. Ресурсы, металлолом и вода. Отправная точка. Ну, непонятно, что такое захватить отправную точку. Ну ладно, будем захватывать, окей. Раз надо захватить отправную точку, будем захватывать правную точку. Так, здесь у нас получается... А избыточных затворов у нас никаких нет, получается, да? Так, их нету. А это, кстати, противовоздух у нас, рассеиватель. А будет здесь воздух на первой-то карте? Так, распределитель. Так, по 7 направлениям. Сортировщик. С выбором мостовой конвейер. Большая медная стена. Так, ну давайте возьмем или не возьмем. Так, подожди. В смысле 21% завершено? Что такое завершено 21%? А-а-а, 2000 надо. Вон оно что. Семен, сем... Я понял. То есть исследовать я его могу, просто у меня ресурсов нет. Ни хрена. Так, ясно-понятно. Ясно-понятно, хорошо. Ну давайте мы тогда в таком случае... Хрен его знает, если там прилетят какие-нибудь летуны, нам надо хотя бы вот так вот готовиться. Пару рядочков сделать пушечек никак не бывает лишним, как мы знаем. Так, слушайте, по-моему, здесь теперь ярко выраженно меняется день с ночью, чего, по-моему, раньше не было, если я правильно помню. Это, наверное, для этих, для солнечных панелей, что ли, так сделано? Мне какой-то избыточный нужен, чтобы избыточный отправлять вниз отсюда, потому что, в конце концов, здесь две шахты. Ну да ладно. Так, враги два. Так, колесикам по блоку для копирования. Так, колесикам по блоку для копирования. Раньше было F. А, на F тоже осталось. Хорошо. Раз F осталось, значит, нам так будет привычнее. Оп. Да, колесикам это один объект, а F это типа выделить кучу, я понял. Так, ладно. Перезаправляем сейчас этих ребят. Короче, я так понимаю, что у нас ускорение не появилось в игре. Сделать ее побыстрее мы не можем никогда. Так, интервал сохранения, тряска экрана, автоматическая приостановка строительства общей доступности игры. Сбросить по умолчанию. Интервал сохранения. Ну, графика это, понятное дело, не то. Так, язык управления. Ну, нет, ничего здесь, по-моему, не появилось. Так, миникарты, приключения, скриншот игры, чат, прокрутка консоль. По-моему, все то же самое, что и было раньше. Очень жаль. Так, ну, теперь мне, получается, надо накопить что-то кучу и... А, ну, видимо, мне надо, типа, 10 волн продержаться, чтобы я мог дальше пойти. То есть, я это как-то так вижу. А вот интересно, все, что я здесь оставлю, оно сохранится? Я могу сюда потом прийти и наковырять? Или мне надо будет потом заново начинать? Если останется, это прикольно. Если заново надо будет начинать, не прикольно. Так, ну, здесь у нас все переполнилось, по факту. Здесь мы копим кучу ресурсов. На то, чтобы открывать какие-то технологии, какие мы можем открывать. Так, а что мы потом еще можем открыть? Так, это пушки. С пушками все понятно. Здесь необходим титан, здесь необходим уголь. Да, мы с тобой конвейер откроем, сортировщик, распределитель, инвертированный сортировщик, избыточный затвор и избыточный шлюз. Ни хрена, мы тут наоткрывали. Так, нам нужен избыточный чего? Избыточный затвор мне, по-моему, нужен. Если я правильно помню, мне нужен избыточный затвор. Который, типа, если здесь до хрена всего, да, он отправляет у нас в бачу. Ну, вот, допустим, избыточный затвор мы тогда и возьмем. Так, только не здесь его надо протянуть, а вот здесь. Так, можем сюда отправить медь, чтобы был норм. Давайте отправим. Тогда мы можем его, кстати, в другом месте поставить. Сейчас, погодите. Нет, тогда не так. То место мы тогда оставим. Так, разберем вот эту фигню. Переделаем вот это. Поставим избыточный затвор. Значит, один вот тут, второй вот тут. И от этих избыточных затворов сейчас протянем. Получается, получается вот так. Значит, это у нас пойдет сюда. А этот у нас пойдет сюда. О, вот так. Так, таким образом у нас сеть шахтов будет сейчас задействована. Если они не перезаряжают по патронам наши пушки, то, соответственно, они снабжают нас просто тупо ресурсами. Да, нормально. А то они, получается, у нас простаивают. А простаивать им не надо. Потому что социализм это учет и контроль. Бум. Так, ну что, подорвали, товарищи. Товарищи подорвали. Естественно, ничего здесь сложного не будет. Потому что карта для тех, кто играет первый раз. Первый раз. Первый тайм мы уже отыграли с вами. Поэтому здесь уже как бы без шансов. Нет, конечно, здесь наверняка можно продержаться какие-то гребаные тысячи. Так, ладно. Что нам надо? Здесь я, получается, все шмок, заметь, открыл. Правная точка завершена. Необходимо... А, захватите правную точку. Так, ну типа вот так надо делать, правильно я понимаю? Ну давайте промотаем до десятой волны. Посмотрим. Так, мотаем дальше. О! Это кто такой? Это была какая-то летающая тварь. Я так понимаю, ее сбили. После чего она не просто взорвалась, а упала и взорвалась внизу. Так, значит, здесь все-таки есть какие-то летающие говнюки. Нам надо теперь, получается, все-таки противовоздух какой-то придумать. Вообще, то, что они падают и взрываются потом, это забавная история. Не спешное, не торопливое шуршание. Да, лент побыстрее, конечно, не хватает, катастрофически. Ну и что, то объемся от каких-то летающих говнюков-то, нет? Так, это не летающие говнюки. Ладно, давайте захватим эту правную точку, посмотрим, что дальше будет. Так, давайте следующий мне. Ага, теперь с каким-то журобарсиком. Журобарсик. Так, ну надо, конечно, перезаряжать их хотя бы по-хорошему. Для того, чтобы дальше как-то воевать, надо их перезаряжать. Так, ну и по идее я, наверное, могу открыть противовоздух. Да, противовоздух я открыл. Еще могу открыть вот эту стену. Так, я, получается, все открыл. Все, вот у нас остались рассеиватели, которые требуют свинец для постройки. А стреляют они чем здесь? Металлолом, свинцом и метастеклом они у нас стреляют. То есть на них придется еще свинец отсюда отводить. И отсюда придется свинец отводить. Ну, допустим, ладно. Так, а мы будем делать между ними какое-то прослое? Вообще надо это делать, не надо? Или мы просто отсюда сейчас уйдем? Ну, давайте, ладно, делаем вот такую, типа, прослойку. Потом поставим, типа, противовоздух. Значит, сюда и сюда. К нему тогда подведем. Хотя делать это вот так вот не надо, но мы все равно сделаем. Потому что хрен ли нам. Хрен ли нам временным петлям. Так, мы поставим тогда сюда вот, короче, такой маршрутизатор. Поставим вот сюда такой маршрутизатор. Вот этого маршрутизатора мы сейчас протащимся. Подключимся куда-нибудь сюда. От этого маршрутизатора мы протащимся, подключимся куда-нибудь сюда. И у нас теперь будет, типа, противоземля и противовоздух. Потратим, наверное, на это энное количество ресурсов. И, по идее, наверное, тут пролететь будет уже теперь не так-то просто. В конечном счете, это первая карта должна быть, наверное, даже сложной, я бы сказал. Так, ну что-то у нас еще остается. У нас еще остается типа вот такого. А, вон, кстати, и самолетики. Ну, не зря я поставил. Ладно. Самолетики стали поинтереснее работать. Новый контент разблокирован. Сектор захвачен. Все? То есть прям... То есть, волн больше не будет? Как только собран достаточно ресурсов, стартовав, выблажь ближайшие сектора на карте с правого нижнего угла. То есть, все. Угу. Так. Ну да. То есть, по всему выходит, что дальше нихрена не так. Ладно, ну-ка остановись тогда. И теперь я просто тупо коплю ресурсов, получается. Так, что это такое? А, дальше ледяной лес. Так, дальше ледяной лес. Потом, соответственно, еще какое-то говно у нас пойдет. Ага. Так. И здесь, соответственно, потому что у нас нет титана и ничего этого, у нас надо захватить какую-то добывающую базу. Короче, я так понимаю, что мне надо с собой забрать ресурсов. Энное количество. После чего я перемещаюсь в следующую часть. А здесь уже все. Угу. То есть, мне надо будет, получается, продержаться какое-то количество волн в каждой из карт, что ли? Как-то так. Ну и сколько нам с собой их надо забрать? Сколько угодно. Ну ладно, что, пусть тогда они копятся пока что. Сколько нам их надо накопить? Сколько-то нам их надо накопить. Сколько, кстати, их надо нам накопить, вообще непонятно. Потому что, по факту, у нас здесь все... Все, что я мог завершить, я завершил. Это же такой баз данных ядра. А-а-а-а... Собственно, все равно их ли не понятно. Так, это просто общий вид получается. То есть, какие технологии я открыл, какие не открылки, ресурсы у меня есть, каких нету, и типа все. Да, ну все, да, сектор захвачен. Угу. Ага, теперь я могу сюда переместиться. После того, как сектор захвачен. Вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Так, а, ну мы тогда все упростим, слушайте. У меня же есть ресурсы. Надо только потратить время, чтобы их разобрать. А так-то, в принципе, ресурсы-то они, вот они. Мы же их просто сейчас вернем себе назад. Да, только это, правда, не быстро ни хрена. Блин, жаль. Я думал, что можно будет оставить штуку, высадиться в другое место. И по мере роста технологий перемещаться между картами, которые будут становиться все сильнее и сильнее. И типа там 10 тысяч волн пройти на какой-нибудь карте. Ну, во-первых, конечно, без ускорения это хрен пройдешь все равно. Я что-то подозреваю уже, что сложнее сильно не стало. Не, ну посмотрим. Там обещали каких-то наземных боссов, которые умеют перепрыгивать через препятствия. И вообще, что наземные боссы перестанут быть говном. Поэтому скоро мы это выясним. Буквально, наверное, в следующих картах. Ну, пока что-то как-то... Не, ну первая карта, ладно, что я говорю. Первой карте должно быть легко. В конечном счете, а то люди придут. И скажут, знаешь, что это у вас тут происходит? Так. Все. Так, понятно. Короче, ресурсы у нас... Дальше не копятся. Дальше не копятся, потому что у нас ядро переполнилось. Переполнилось. Да? Да, ядро у нас переполнилось. Ресурсы, получается... Инсенюрейт. Это что такое? Уничтожаются, типа? То есть они больше не будут копиться, что ли? Так, ладно. У нас одна тысяча свинца, получается. Но вот это нам надо разобрать. Потому что свинец у нас на эту штуку тратится. И, в принципе, на этом все. А, ладно, в принципе, нахрен. Пойдем дальше. Так. Куда нам теперь в ледяной лес? Так. А это что такое? Угроза низкая. 170, 171, 172. Что это такое? Высадка. Так. Вот это вот что-то непонятное. Что это такое? То есть здесь можно высаживаться рядом с отправной точкой, что ли? Ну, я могу высадиться сразу в ледяной лес. При всем при этом. Заблокировано. Так, ладно. Ну, хорошо. Я вот хочу высадиться в ледяной лес. Запуск отправная точка. Плюс... Что там? 800, плюс 800, 1000, плюс 1026. Ресурсы. Могу себе, типа, накинуть что-нибудь. Правильно? Или не могу? 300, плюс 800. А, ну, это максимум, видимо, сколько я могу с собой забрать. Так, ладно. Допустим, высадка. Так. И что здесь у нас? Так. Где у нас тут вообще что? Не здесь. Вот тут, да? Так. Ледяной лес у нас вот здесь. А точка у нас одна? Ну, наверное, одна. Скорее всего. Я так думаю, что, наверное, одна. Давайте мы поставим здесь вот так вот две штуки, чтобы отметить. И пойдем еще пролетим немножко. Ну, да. Отправная точка у нас здесь одна. Еще добавляется часть определенного ресурса. Плюс вот это вот можно, по идее, разобрать. И сделать из этого что-то более полезное. Ну, ладно. Тогда мы на сегодня закончим. В следующей серии тогда посмотрим на ледяной лес. Здесь у нас будут какие-то доп. Ресурсы, на базе которых мы сможем что-то там открыть дополнительное. Так. Вот ледяной лес мне надо пройти. А что это за кружочки рядом? Это, видимо, куски ледяного леса, что ли, будут? Или куски каждой локации, в которую тоже можно будет сходить? Наверное, как-то так. Но получается, чтобы открывать технологии дальше, мне нужны ресурсы из каждой следующей локации. Поэтому идти в какие-то соседние, пока у нас все равно смысла нет. Ладно, посмотрим. В следующей серии тогда продолжим. Удачи и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!